Ходатайства опять будут не удовлетворяться о производстве следственных действий. В концепции заложено в сущности решение Конституционного суда по этому вопросу. Вот мы не читаем решение Конституционного суда почему-то. А Конституционный суд старается, пишет определения, в них пытается, в общем, какие-то внятные дать ответы на вопросы практики. И он дал этот ответ, если защитник, например, ходатайствует о проведении следственных действий, ему не вправе рассказать, если обстоятельства, которые он просит установить, уже установлены. Зачем второй раз проводить следственные действия, если обстоятельства установлены? Поэтому здесь не о любых обстоятельствах речь идет, а о установлении того, о чем просят. Мне кажется, это достаточно взвешенная позиция Конституционного суда, нет никакого резона от нее отказываться. Вот говоря дальше, серьезный упрек о том, что действительно подозреваемый может появиться у нас в конце такого следствия, и, значит, все гарантии будут нивелированы. Опять же, можно, конечно, испортить все, что угодно, но отсылаю к решениям Конституционного суда. 2012-2013 год КАЭС упорно трудился над этим вопросом. Он принял несколько, три или четыре решения, в которых ясно и однозначно указывают, с фактической точки зрения нужно подходить и к понятию подозреваемого, и потерпевшего. В частности, при определении даже компенсации за нарушение разумных сроков. И эти решения вообще обязательны. Почему мы игнорируем их и говорим о том, что здесь у нас пустое поле юридическое. Далее. Так, что у нас еще здесь? Все вопросы, я боюсь, что я просто сейчас не успею. Ну вот, кто проводит судебные следствия? Кто эти следственные действия проводит? Судья или нет? Здесь вот был задан вопрос. Говорит, что это недостаток проекта. Наверное, я недостаточно четко выразил здесь свою мысль. В этом смысле я тогда принимаю вину на себя. Действительно, вот что записано здесь. Следственный судья осуществляет контроль за проведением судебного следственного действия. И не вмешиваясь в процесс собирания доказательств, обеспечивает сторонам равные условия для выяснения ими фактических обстоятельств. Наверное, недостаточно четко изложено. Поработаем еще. Так, ресурс. И вот еще вопрос Лакуна с прокурором. Где прокурор? Вот я, пожалуйста, прошу обратить внимание на схему. Вот он, прокурор. Никуда он не делся. Обвинительное заключение также утверждает. Он хозяин этого обвинительного заключения и направляет его, это обвинительное заключение в суд. Поэтому за прокурора можно не беспокоиться. Он сохраняет здесь положение доминус литис в отношении обвиняемого. Ну и, наконец, может быть, последний вопрос. Но он действительно решающий. Судьи кто? Опять, сакраментальный вопрос здесь постоянно звучит. Вот мы поставим сейчас судьи, они будут все делать то же самое и так далее. Господа, социология учит нас, что без институций ничего в психологии не изменится. Если мы будем ждать, когда у нас появятся судьи с крылышками, так сказать, ангельскими, мы ничего не дождемся, ничего не добьемся. Нужно создавать такие условия, чтобы сама жизнь отбирала тех, кто может работать, а кто не может работать, чтобы уходили. Это, по-моему, настолько очевидно, что правы совершенно те, кто говорит, мы не можем сидеть сложа руки. Ну и, наверное, совсем последнее. Вот говорят, а деньги, где мы возьмем? Это секретарь нужен, там протоколы бумага дополнительная, там требуется и так далее. Но, господа, я не буду утомлять вас особыми, так сказать, вычислениями, но я тут прикинул немножечко, так слегка, небольшой расчет, вот он перед вами, кому-то, если интересно, можно с ним ознакомиться. Он, конечно, сугубо предварительный, он условный, но, правда, он основывается на действующих нормативных документах, которые определяют нормы нагрузки на суди, утвержденные в установленном порядке, и на количество дел, которые поступают в областные краевые суды, точнее, поступало до сокращения их подсудности. Вот, 12-й год взят за основу максимальное количество этих дел. Вот, меня поразила цифра, которая получилась в результате этих вычислений. Нам на страну, исходя из этого количества дел, нужно 336 следственных судей, по 4 человека на субъект федерации, 600 миллионов рублей в год фонд оплаты труда, при том, что нам, так сказать, 15 миллионов, по-моему, правительство запланировало даже на следующий год увеличение, миллиардов, прошу прощения, увеличение, если я не ошибаюсь, конечно, с этой последней цифрой, но там на порядок больше. А здесь всего же 600 миллионов. Может быть, еще раз говорю, специалисты в области, так сказать, экономики меня здесь поправят, поскольку признаются, может быть, дилетантские достаточно вычисления, но вот, тем не менее, у нас не так много дел на этом уровне рассматривается. Ну и в заключение, я хотел сказать, что вот без Бариса Юрьевича и Михаила Александровича эта вот вся идея никакого значения не имела, и именно они являются, я считаю, автором концепции, поэтому все дальнейшие вопросы к ним. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович, пожалуйста. Если мы остановимся на этой цифре, два судьи на субъект, 336 человек на всю страну, то можно сказать, что он изначально получится сразу. Время в закон, а работать он толком не будет. Я приблизительно прикидываю на свой субъект, федерацию, в котором я когда-то был председателем областного суда, но там как минимум надо будет человек 12, если мы делаем в Брянской области. А есть субъекты гораздо больше, то есть больше численности населения. Я бы подумал, это исходит из-за того, что через счет скромная компетенция заложил Александр Витальевич в своей концепции. Компетенция хотя бы должна быть расширена до тяжких преступлений. Тогда мы получим реальные результаты и так далее. И мы получим сокращение численности тюремного населения, за счетом этого будет у нас экономия. Но я не знаю, какие результаты будут по экономическим преступлениям. Я думаю, тоже какой-то эффект будет. Спасибо. Сроки сокращать, у нас же сериал здесь. Следователь бросает дело, и оно у него валяется, он просто о нем забывает. Кстати, далеко не всегда это потому, что он перегружен вопрос, а просто потому, что он назначил экспертизу и запрос. А пускай сидит. Вот в этих случаях следственный судья должен мешаться и принимать какое-то решение. Но тут вопрос, он говорящая голова или молчащая, но решающая? А вот здесь я скажу, что это решающая должна быть голова. Решающая и молчащая. Он же судья. Он не инквизитор, не сторона. Он судья. А пускай прокуратура доставляет сторону. Дополнительный фильтр. Ну, это реально, только сегодня у нас, вот, вы знаете, вам, наверное, известны, юристам, тем более, эти случаи, когда в судебном заседании прокурор просит не лишать свободы, человек считает возможным, а судья соглашается со следователем, арестовывает человека. То есть, по экономическим делам, особенно. Ну, это... А так, ну, по-моему... Ну, здесь надо выявлять инсуны права и смыслы. Маша. Да. Нет, мне кажется, что, в принципе, все достаточно обсудили. Единственное, что, как бы, да, тут ведь вопрос, как палеотивная мера, как что-то, что нужно пробовать сейчас. Вот, мне кажется, что концепция имеет право, ну, как бы, на существование. За это стоит побороться, чтобы, ну, хотя бы, пробовать что-то. Но, конечно, так в целом, мне кажется, что будущее, если мы что-то хотим менять кардинально, это все-таки за существенной перестройкой предварительного следствия, в сторону его упрощения, ну, фактически, с определенной ликвидацией следствия и перевода. Это все-таки более понятную, простую модель, пока ты такой, более близкой к нам, может быть, даже с расширением полномочий прокуратуры. Но это тоже нужно все обсуждать и смотреть, как это на... с прицелом на будущее этим ракурсом. Потому что, мне все-таки кажется, что какими-то палеоактивными мерами здесь уже нигде не обойтись. Ну, это не повод, ничего не пробовать. Ну, упрощать нам институцию не надо, так? И принцип не снижения уровня гарантии, да, там, Андегин? Тоже надо обсуждать отдельно. Алексей Леонидович, Ваши, снова. Я, может быть, даже перед Тамаром Георгием, во-первых, мне кажется, что я был сторонник этой концепции, исходя из моего понимания процесса тех исследований, с которыми я знакомился, и позиции нашего института правоприменения, нашей работы. Вот. Поэтому мы всячески приветствуем ту инициативу, которую и Борис Титов проводит, и СПЧ по разработке этой концепции. И мне кажется, что ее перспектива будет зависеть от ее проработки и качества. Вот сегодня прошел первый, мне кажется, очень интересный опыт, обсуждение. Мне показалось сейчас, что ее эффективность на данном этапе применения будет немножко меньше, чем я ожидал. Вот. Исходя из, может, чисто теоретической модели этой или конструкции этого. Но в любом случае она должна быть. Вот это тоже. Я в любом случае в этом убеждаюсь. Вот. Экономическое обеспечение возможно, и даже, я думаю, можно и до 12 судей доводить. Вот. Та сон, те цифры, которые необходимы, даже в аспекте сегодняшнего кризиса, там, уменьшения расходов, мне кажется, возможно, потому что структура бюджета сейчас стала настолько несовершенной, вот, что тратится сотни миллиардов рублей на совершенно второстепенные, ненужные вещи, вот, что меня страшно унитает. Но это относится к важнейшим ценностям, я описываю. И вот сегодня бизнес, там, или, там, граждане, они поддержат усиление защиты, прав, собственности. В данном случае, я думаю, мы все готовы были бы заплатить за повышение качества судебной системы. Вот почему, я думаю, этим нужно заниматься. А вот уже дальше, следующий этап доработки будем уже делать, уже и в аспекте более такой практической, говорить с конкретными людьми, которые могут продвигать эту концепцию. Вот. Но после ее доработки, после обсуждения. А кто может ее выдвигать, как я понимаю, сегодня же мы не проект закона рассматриваем. Вот. Давайте обсудим, кто те конкретные лица, которые могли бы сформулировать уже как на правах и законодательные ацетивы. Но, мне кажется, что это можно делать совместно с государственными структурами, у которых есть поручение президента. Спасибо. Коллеги, ну мы подошли к завершению нашего круглого стола. Я буквально хочу сказать две фразы. Еще раз большое спасибо Алексею Леонидовичу Комитету гражданских инициатив и вам вечно за это участие. Мы все его очень ждали, потому что индивидическая аудитория всегда нуждается в оценке своих инициатив со стороны, да, общественных авторитетов как минимум. И она нуждается в оценке со стороны представителей вообще гражданского общества и других профессий. Поэтому нам очень важно было встретиться здесь, а не где-то в рамках только чистой юридической аудитории. Каковы мои две фразы? Они в известной степени, как мне кажется, должны прозвучать как утешение в ответ на те сомнения, которые здесь мы услышали. Сомнения, безусловно, имеющие объективные основания. Не будет работать, не будет принято практикой, будет искажено, кто будет за этими следственными судьями самими надзирать. В общем, эти вопросы стары как мир. Но давайте посмотрим вообще на те принципы в устройстве наиболее безопасном для общества, устройстве государственных институтов. И все-таки согласимся с тем, что некоторые принципы этого устройства создают больше безопасности для людей и общества в целом, чем их отсутствие. И прежде всего, конечно, нужно обратиться к такой вещи, очень знаменательной и познаваемой у нас уже, слава Богу, просто как разделение функций. Вот институт следственных судей, он построен исключительно на признании необходимости разделения функций тех, кто решает одни вопросы, а тех, кто решает другие вопросы. Это не будет уже тот же самый судья, который сейчас бездумно решает вопрос об аресте и также далее будет это делать. Потому что это отдельный судья, функции которого не ставят его в положение лица, заинтересованного в том, чтобы потом обязательно обвинять, чтобы потом обязательно вынести соответствующий приговор и при этом не запачкать свою репутацию. Это разные судьи действуют на разном этапе, и это главная цель этого института. Это первая фраза. Вторая фраза. Все трудности, да, они, безусловно, здесь есть, и их придется преодолевать. Но я хочу обратить внимание на то, что внедрение этого института, с моей точки зрения, связано даже с меньшими трудностями, чем, например, развитие института суда присяжных и более широкое его внедрение. Потому что речь идет о специализации в области реализации юридической профессии. Это касается только профессионалов, что обсуждается гораздо легче, понимается ими гораздо легче. На самом деле они, как профессионалы, юристы, работающие в этой области, сами тоже заинтересованы в таком разделении функций. Им трудно жить под прессом тех противоречивых их функциональных обязанностей, которые на них возлагаются. С одной стороны, следи и будь органом судебного контроля, с другой стороны, выноси приговоры, и ты все в том же самом лице. Идея именно в этом разделении. И определенные специализации. Причем эта специализация оформлена процессуальными юридическими правилами, очень важными, которые существуют сейчас в судопроизводстве. Они очень простые. Запрет повторного участия в рассмотрении одного и того же дела, это то, что известно и понятно каждому юристу. Здесь он полностью нарушен. Да, мы должны вспоминать о том проекте УПК, который изначально собирались внедрить, разрабатывая его и принимая там в 2001-2002 году. Надо вспоминать об этих старых положениях. И в этом УПК именно положение о запрете повторного участия судей, который выносил решение об аресте в разбирательстве уголовного дела в первой инстанции.